Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После 9 утра. Личное утро. Ну что, продолжается утро на Болткоме и программа «Личное утро». Да, сегодня у нас в гостях латвийская группа «Псент». Ну, не в полном составе. Вадим Медведев, Евгений Кобзев. Сегодня нам расскажут и про свой новый клип, который уже успели запретить, пока не к нам ушли, да, уже удалили. Вчера еще, вчера готовился, смотрел, уже все было. Посмотреть невозможно. Премьера удалась, а клип не задержался. Сейчас узнаем, почему. И о таком направлении, наверное, музыки, как смарт-рок, насколько он популярный, почему именно он. Вообще, ребята, уже столько лет в музыке, сколько? 25. Ну, около того. Почему она не надоела? Ну, потому что она живет в нас, видимо, как бы, это часть нас. И пытались бросить, как бы. С грустью такой. Да, насколько, я так понимаю, что это были разные проекты, а затем самому проекту «Псент» все-таки не так много лет, да? Каким образом произошла вот эта коллаборация из разных групп, появилась одна? Мы играли метал-музыку в разных стилях металла тоже. Потом как-то решили взять паузу, но, как уже сказал, без музыки и жизнь не мила, и как-то вот, как мы собрались, я даже, честно говоря, не помню. А мы решили сделать акустический проект, побренчать на акустиках какие-то лиричные композиции, но потом нам это быстро надоело, и мы как бы решили двигаться дальше, развиваться, добавили электроники, и как-то вот пошло. Но, как бы, метал-корни нас не отпускали, поэтому мы немножко добавляли рачку, скажем так. Ну да, барабаны потяжелее, гитарки какие-то там, ну так. Рычать не начали, конечно, на счет. Да, но нельзя сказать, что вы занимаетесь там музыкой 24 на 7, у вас там есть постоянная работа, есть бизнес, есть семья. То есть музыка это такое какое-то хобби, не хобби? Что это сейчас? Вот как вы его сами понимаете? Ну это такое хобби, да. Да, скорее хобби, конечно. Деньги приносят? Ну, очень маленькие, скажем так, ровно те, чтобы где-то снять какой-то клип, где-то покрасоваться и все. Тогда хобби. Хобби, да. Ну это не первое. Вот сейчас вот у вас буквально на этих выходных, вот на прошлых, да, была презентация клипа Paradise, до этого было еще выпущено два, если не ошибаюсь. Некид, да, Некид, Киллинг Тайм, да, Ватерфолл, да. Да, а какой из них, кстати, самый сложный был для съемок, для организаций? Последний. Девочки отказывались сниматься обнаженными или в чем было сложно? Нет, как раз таки нет, в этом проблем не было. Были проблемы, ну у нас этот клип на самом деле с самого начала не задался бы, так говорить. Вот. И все было еще очень тяжело, и съемки, и презентация, и, как показывает уже конечная практика, промоушен, да. Все идет очень трудно. Да, были проблемы у нас, были проблемы у нас, не буду называть имен, фамилий, мы вызывали. Съемки прошли у нас очень-очень тяжело. Два дня мы снимали в гостинице «Шерлок», за что им огромное спасибо, что вы терпели нас с теми проблемами, которые мы им учинили. А что за проблемы там, дебоши? Давайте сначала, о чем клип? Да, включалась, три раза у нас включалась пожарная сигнализация, из-за того, что мы заклеивали датчики, но они все равно как-то попадали. Использовали дым машину? Дым машина, да. Приезжала к нам скорая, да, там, с утра, ну, сперва, да, чтобы привести людей в чувства некоторых. Значит, были разные ситуации, очень такие непонятные, вот. Очень сложно было немножко с некоторыми людьми коммуницировать. Вот, некоторые спонсоры нас подставили, не дали то, что обещали нам сделать. Ну, всякие такие мелочи буквально, реквизит там не привезли, и вовремя мне пришлось в последний момент там. Ну, такие вот всякие, то есть, все это очень сильно углубивало из колеи, и все это, вот. Ну, и презентация тоже, она была очень технически сложная, там, это известная выставка. От Мана до Кандинского. Да, от Мана до Кандинского в этом помещении. Мы хотели очень сильно успеть именно в рамках этой выставки сделать презентацию, потому что она закрывается, она не вечная, то есть, она уже буквально там должна была еще какой-то несколько недель отработать, и все. И мы вот буквально хотели попасть вот в этот вот, скажем, вот в этот последний вагон, потому что других альтернативных помещений, залов просто на тот момент мы не видели достойных. Да, и мы очень сильно торопились, спешили, делали очень сложные, была цветокоррекция, никак не могли там, в общем, все такие технические вопросы. И когда мы уже непосредственно начали заниматься самой презентацией, там тоже выросло очень много технических проблем, и буквально чуть ли там не в последние минуты, там, до того, как люди уже зашли, у нас там заработал какой-то провод, который не работал, то есть, там, все так вот было на грани, буквально. На грани фола, да. Потому что мы знаем, сколько уже несколько недель ведем с вами разговоры о том, чтобы встретиться в студии, и все время, ну, вот, вот, были подготовка к выставке, съемке клипа, то есть, это все так. Наш эфир был туда, в часть каких-то сложностей, которые были перед презентацией. Давай, наверное, для тех, кто не видел клип, и уже, может быть, его не увидит в ближайшее время, не знаю, то есть, хотелось бы, конечно, чтобы ты, о чем он? Ну, во-первых, поспешу сказать, что мы залили его на Вимео, да, и залили его на нашу страничку в Фейсбук, каким-то образом залили, но рекламу нам все равно запретили делать его, то есть, продвижение любое, да, то есть, только органический. В Ютьюбе его заблокировали. В Ютьюбе просто, да, заблокировали. Мы, конечно, будем пытаться его туда заливать сегодня, там, завтра будем пытаться что-то делать, да. Вы войдете в историю Ютьюб как самый настырный пользователь, будете просто заливать каждый день. Причина, по которой его заблокировали. Там они пишут, что, там ряд причин, пишут, что, у меня даже ездит этот скриншот, пишут, что из-за контента, в котором присутствует... Фетишизм. Фетишизм, насилие, там, и, то есть, ряд, ряд вот таких вот двояких... Возбуждающее сексуальное желание действия. То есть, если бы они написали конкретно, что вот эта секунда, там, в таком-то месте, там, не устраивает, мы бы ее, как бы, там, подмазали, подкрасили, замонтировали и поставили. Ну, поскольку там все так расплесчется, сказано... Ну, там сейчас MTV включаешь в любое время дня и ночи, там, вот, и фетишизм, и возбуждающее сексуальное, там, желание, там, все это присутствует... Полный YouTube таких клипов, да, я специально вот начал набирать, там, как бы, слова поисковые, да, там, BDSM, Shibari, то есть, тот же Naked Yoga, да, там, как бы, наш клип по сравнению с ним просто... Приличный. Можно в церкви крутить. О чем, о чем он? В двух словах. Это, скажем так, о чем клип в двух словах? Сложно в двух словах сказать. Это нуарный, неоновый, нуарный триллер, так сказать. Это даже, я бы сказал, не клип на песню, это... Саундтрек фильма. Это какой-то, да, это, скажем так, это какой-то мини-мини-мини-фильм с наложением нашей музыки, будем так говорить. Потому что песня сама по себе, она длиной 5 минут или больше даже, да, и она порезана, то есть, в той форме, в которой она там находится, эта песня, она, ну, имеет место быть только в этом клипе. На самом деле мы играем ее совсем иначе, там другая расстановка, там, куплетов припевов, и, то есть, это там еще в конце такой кусок, который он просто сделан только для этого клипа исключительно. То есть, ну, там такие всякие мелочи. Там обнаженные девушки, гостиница... Что мы там можем увидеть? Что там можем увидеть? Две обнаженные девушки, гостиница и Женя в роли убийцы, детектива, всего наследства, да? Да, на самом деле, да, клип очень метафоричен, там нельзя вот так сказать, вот он о чем-то конкретном, да, то есть, конечно, это нужно больше вопрос к режиссеру Константину Одерсту, да, который как бы был автором сценария, в принципе, это, в принципе, такой авторский клип, да, получился с его стороны. Вот, но, в принципе, такой набор, набор символов какой-то... Ну, почему набор? Он создает настроение, да, и, в принципе, есть о чем подумать, там, ну, может быть, ты объяснишь? Нет, это не набор символов, есть, там конкретная история, там конкретный закрут, такой детективный, да, или триллерный такой закрут, все это сделано, положено на такую, скажем, призму современного неонового такого модного жанра ныне, и это мы можем с уверенностью сказать, если вот так по чесноку, по льву толстому, да, если смотреть, это можно смело назвать искусством. Почему? Потому что есть все три составляющие, есть содержание, есть форма и есть искренность, да, искренность у нас в песне, Женя поделился своими внутренними переживаниями, у нас есть форма, это, значит, вот эта вся эта обложка, этикетка в неоновом свете, да, и у нас есть содержание, вот этот вот сам, скажем, сюжет, который, с которым наш режиссер Константин Одерст пришел, к нам, и у него очень, я считаю, что ему очень хорошо получилось сделать вот эту концовку в конце, да, которая, ну, и мы получили достаточно хорошие отзывы от наших друзей, от наших критичных друзей, сказали, что да, там есть кадры хорошие, сильные есть, которые цепляют, и это очень хорошо. Ну да, отзывы на самом деле неоднозначные были, и довольно диаметральные, что на самом деле очень хорошо, каких-то таких нейтральных я не слышал, то есть, либо говорили, что очень-очень круто, либо говорили, что, ну, нет, совсем, ну, проект полный. Это личный вопрос, я была на презентации, что скотчем приматывало к гитаре гитарист у вас? Я не видела за колонкой всего гитариста, но я видела, что случилось? Ну, это одна из, скажем так, мелочей, тех проблем технических, о которых я упомянул ранее. Мы забрали из ремонта гитарный усилитель, хотя надо было предвидеть это уже, просто не было времени думать о чем-то другом, но, скажем так, забрали из ремонта, но там еще был какой-то другой дефект, который мы не проверили, или, скажем так, не успели проверить, и он, мы уже увидели его только непосредственно тогда, когда уже вся аппаратура была, стояла, что-то там бегать, менять уже времени не было, но мы так подкрутили, подумали, что должно там... Скотч, 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 да, но, да, там банальный какой-то потенциометр, и он начал хрустеть, и... Ну вот, никакой интриги. Если бы мы играли метал, тогда бы никто бы не заметил, да? Да, по поводу жанра, сами бы называть это смарт-рок, почему смарт? Ну, мы решили просто, скажем, выделиться и придумать свой стиль, чтобы была какая-то ассоциация с группой. А что это за группа? А, ну это смарт-рок. Ну, и он успешно, как бы, к людям, это название успешно к людям прилипло, они его запомнили, употребляют в лексиконе, и мы сами его употребляем. То есть, смарт-рок это, скажем так, это какой-то рок, наверное, может быть, назовем его так, не в том виде, как мы его привыкли видеть, там какой-то он какой-то грязный, неоттесанный, может быть, какой-то... Он такой, скажем, он такой более интеллектуальный, такой лакшери-рок, я не знаю, назовите его. Лакшери-рок, это все предыдущие. Да, ладно, да. Сейчас мы поставим, надо. Это уже следующее. Да, давайте послушаем, чтобы вы не понимали. Вообще, если вы хотите спросить, в каком стиле выполнен вот этот данный трек, то я бы отнес бы его к синт-року какому-нибудь. Ну вот сейчас мы, наверное, и услышим эту саму песню. Лакшери-рок. Давайте. Лакшери-рок. 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 Вот почему английский язык? То есть, каждая группа, наверное, выбирает, кто-то поет на русском, кто-то на латышском, кто-то на английском, но вот почему английский, это попытка завоевать, обычно это связано ведь с тем, куда смотрит, в какую сторону смотрит группа. Ну, тут, да, несколько моментов. Первое-то, да, как вы сказали, что это такой интернациональный язык, в принципе, язык рока это английский язык, так по большому счету, и, в принципе, мы как бы всегда это делали на английском языке, за исключением, может быть, школьной группы, вот. И второй момент, я пытался писать на русском языке, есть несколько, как бы, вещей, но, скажу честно, это очень сложно, как бы, потому что ты более критичен, как бы, к себе английский, international English, он, как бы, допускает какие-то, ну, скажем так, вольности, да, потому что, как бы, я думаю, что, ну, для большинства слушателей это не родной язык, и ты, как бы, можешь, ну, может быть, это будет звучать для них неудачно, не так примитивно, что ли, как если вот на русском языке ты слушаешь какой-то текст, там, который просто состоит просто из набора слов каких-то, да. Ну, I want you, I need you, I love you, там, знаменитая Бетловская, да, вот если перевести на русский, как бы, господи, ну, какая банальщина, ну, что это? Да, 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 ну, тут тоже, как бы, конечно, в простых словах есть, есть очень такой подтекст иногда, да, то есть, сложно сказать, но просто из моего личного опыта мне, как бы, проще это делать на английском языке. Пропадает какая-то магия, когда ты начинаешь петь на русском, пропадает какая-то магия, то есть, мы становимся как-то более открытыми, более такими, скажем, слишком открытыми и неприкрытыми, вот, и получается, не песня, а какое-то стихотворение прямо, знаешь. Ну, хотя есть куча групп, да, и исполнители, которые пишут прекрасные тексты на русском языке, но, как бы... Мне вот всегда в этом случае удивляют люди, когда, знаешь, после концерта спрашиваешь, ну, как, звучание нормально было? Они говорят, да, но только вот не слышно было слов, хотелось разобрать слова. Ну, то есть, я потом смотрю, ну, на каких-то записях, в мобильных телефонах, что, ну, не, ну, в принципе, голос нормальный был слышен, просто он немножко так, ну, не было очень громко. И, знаешь, я так думал, как же тогда, вот, помнишь, когда мы в металл играли, там, когда эти все... Там просто крик, там просто крик, два часа крика. Тогда было, да, просто сплошное рычание, а тогда было, в те времена было просто, там, если ты хочешь понять, о чем человек поет, берешь, покупаешь диск, там есть тексты песен, читаешь, да, действительно, плюс-минус что-то совпадает по интонации. Юма-хо, Юма-со тоже, ну, не особо понятно. Слушай, это, на самом деле, по поводу амбиций, потому что вы вышли, как бы, из разных групп, Вадим, это Invasion, у тебя была Скори Мэри, если не ошибаюсь. И тут ты солистом был, а тут ты отдаешь пальму первенства Жене, который теперь поет, тебе не хочется к микрофону дорваться? Да он постоянно рвется. Ну, то, что он рвется, это понятно, то, что ты его не пускаешь, наверное. Не, у нас нет такого, что кто-то кого-то не пускает или кто-то там пытается занять чужое место. У нас есть вокалист Евгений, да, и, скажем так, что касается моего лидерства ранее, и то я сбросил с себя очень серьезную, скажем так, очень серьезную ношу, да, потому что это быть вокалистом, на самом деле, это очень-очень тяжело. Писать музыку, быть вокалистом, это, как бы, мы с Женей разделили обязанности, он у нас отвечает за творческую часть, я отвечаю за, скажем так, за техническую часть и за административную часть, и за всякие концерты, клипы. Это тоже, ну, скажем, довольно большой объем работы. Вот, например, сейчас вот этот весь геморрой со всеми этими постами, ютубами, это все, все это, как бы, лежит на моих плечах, да. Так ты продюсер? Ну, скажем так, из-за того, что мы делаем, мы стараемся в группе распределить обязанности, каждый делает какие-то свои вещи. Вот, например, там, вот, ну, Евгений, вот, он пишет песни, он записывает, он студийная работа, вот, и так далее. Мы же, как группа, мы их исполняем, и, может быть, там, какие-то аранжировки, ну, придумываем какие-то кусочки, ну, как-то так вот. Каждый делает свои вещи, вот, и Евгений Копеин тоже делает свою работу, он показывает, что время рекламы. Продолжается личное утро, Евгений Кобзев, Вадим Медведев, группа Абсент сегодня в нашей студии, ну, и мы говорим про, и про трудности съемок новых клипов, и про то, как, с какими трудностями сталкивается группа. А вот, скажем, я понимаю, что вы говорили, что музыка – это как хобби, типа рыбалки, вот, ну, я понимаю, для кого-то рыбалка, для вас музыка, жены, подруги, как относятся вот к такого рода рыбалке, то, что вот съемки клипа с обнаженными девушками, например, какие-то происходят или... Да, Евгений, кстати. Да. Что вы там учинили в клипе? Да, ничего, ничего вообще, на самом деле, плохого. Относятся все нормально, все понимают, что это, как бы, искусство, это, как бы, это не по-настоящему, не в заправду, скажем так. А по поводу рыбалки, ну, она куда больше времени отнимает и денег, на самом деле, чем наше хобби, поэтому тут, как бы, никаких проблем. А сниматься не просятся? Вот, сними меня в следующем своем клипе. Просятся, конечно. Ну, нужно так сказать. Женя, у меня просто действительно этого хочешь. Я так понимаю, да, что мы, как бы, наш тифер закончится, а им потом домой идти. У вас такой образ изначально, мне кажется, когда вот уже вы сошлись как абсент, это были такие беленькие рубаши, вот вы сейчас так пришли, да, в пиджаках. Почему, где вот, где эти черепа на майке? Ну, все очень просто, кстати, у нас на телевидении задали тот же вопрос. Я ответил, потому что раньше, знаете, мы были фриками, мы были фриками, и мы хотели выделяться из толпы, и мы были музыканты, нам нужно было как-то выделиться. А сейчас, посмотрите на том, как люди ходят, они все фрики, как бы, да, и получается, что музыканты сегодня, чтобы выделиться, нужно, наоборот, быть приличнее. Да, он должен быть какой-то классической, или, посмотрите, как выглядят, кстати, известные там музыканты, которые играют электронную музыку. Они просто одеты, там, какая-то черная пидорка, там, не знаешь, майка черная, там, простая какая-то, просто он, ну, вообще невзрачный, а народ, который он колбасят, условно говоря, там, они все там, все яркие, там, в заклепках и так далее. Это уже, так, реалия сегодняшнего. Я же забыла, какой вопрос хотелось бы задать. Нет, ну, да, ну, хорошо, да, мы, не знаешь, мы в прямом эфире. Да, но, на самом деле, сколько сейчас в группе абсент лет уже? Ну, пять, судя по всему, потому что мы недавно отметили пятилетие и пять лет. На четыре клипа за пять лет, это много или мало? То есть, и вообще, зачем нужны клипы в съемки, такие, требующие вложения денег, сил? Это реклама групп. А нужно это реклама? Ну, да, потому что, как дальше, что с этим клипом? На MTV, в Африке? Ну, к сожалению, 21 век диктует нам условия. Музыка не может больше существовать в аудиоформате, как раньше это было, да, на кассетах там и так далее. Она, ну, ее должны не только видеть, ее нужно только слышать, еще и видеть, и еще видеть на концертах, тоже очень важный момент. То есть, это должно быть все вместе. И просто там, если ты что-то сделаешь, какой-то ролик, тоже его никто не посмотрит, нужно какие-то, что-то пытаться его как-то, чтобы было какие-то еще дополнительные, предлагательные к нему еще и так далее. А что это за группа? А это группа та, которая что-то там еще. А это, ну, чтобы как-то остаться у кого-то в памяти. И сегодня, может быть, даже недостаточно играть просто хорошую музыку. Сегодня нужно иметь, нужно играть хорошую музыку и уметь ее правильно подавать, иметь нужные знакомства и так далее, и так далее. Тут целый список. И то не факт, что у тебя будет успех. Ну, и видеоклип, как бы, тоже, в принципе, он является продолжением песни. И все клипы, что мы снимали, да, ну, за исключением последнего, мы режиссировали сами. Вот, и как бы, тоже это, в принципе, составляющая часть песни. Ну, что, в принципе, и последний клип тоже, он, на самом деле, он растет корнями-то из песни. Хоть он такой получился довольно брутальный, а песня, в принципе, лиричная. Но на этом контрасте как раз и появляется вот какая-то особая атмосфера, мне кажется. А вы много достаточно выступаете еще и на разогреве всяких звезд, которые к нам приезжают. Вот, у кого вы были и кто для вас такой, наверное, самый значимый? Вот вы вышли таким, но все-таки мы крутые. Ну, из тех, скажем, из самых знаменитых групп, с которыми мы выступали, это был, наверное, Би-2 и, если можно сказать, Андрея Бачелли, да. Ну, то есть, это было, скажем так, мы выступали, на Андрея Бачелли мы выступали, скажем, на автор партии его концерта, да. Вот, ну, можно считать, что мы выступали вместе. Что он выступал на вашем разогреве, можно сказать. И два года, это был праздник города, на большой эстраде Межопарка. Мы также выступали на одной сцене с Зенфирой, с Ильей Лобутенко, с Бутузовым и там много разных исполнителей. А вы лично с ними общаетесь? Или так получается, что вы выступили, ушли, выходят они? У нас была такая возможность, скажем, мы могли к ним подойти, поздороваться, там, сфотографироваться, там, или, не знаю, или начать какой-то разговор, или сунуть ему диск, там, с визиткой. Мы этого не делали, потому что, ну, как бы, прекрасно понимаем, сколько вокруг этих людей всякой информации, таких музыкантов, которым пытаются что-то там припихнуть. Ну, смысла особо нету, то есть, это делать. И если бы они сами подошли бы к нам и сказали, ребят, там, давайте мы вам поможем, давайте что-то еще, мы бы не отказывались, конечно. Так, как бы, навязываться, да. Мы сами как-то. А вообще, что сейчас происходит вот в мире шоу-бизнеса, я имею в виду, как работают вот эти механизмы? Потому что раньше была отлаженная система, понятно, что были там большие студии-гиганты, то есть, там, которые кормили, ну, вот, это вот иерархическая пирамида была абсолютно всем понятной и ясной. И вот ощущение такое, что, снеся эту пирамиду, сейчас какое-то время хаоса и совершенно неизвестности. Как попадает вот музыка в уши слушателей? Через кого? Ну, это мафия. Это, да, это, как вы сказали, это определенные какие-то корпорации, компании, люди, которые контролируют этот шоу-бизнес регионально. И они решают, кто будет звучать на радио, кто не будет, кто будет на телевидении крутиться, кто нет, в кого вкладываются деньги, в кого нет и так далее. Конечно, сейчас много проектов, которые выстреливают, вот, там, ребята сами пишут, там, трек какой-то, там, дома, грубо говоря, и вдруг, вот, бум, он выстрелил, да. Бывают такие, конечно, моменты, их довольно много, потому что сейчас технически это возможно намного проще, чем идти, там, в Эбби-Роуд и, там, платить кучу денег. Ну, и тогда их подхватывают, конечно, мафия, как Вадим сказал, да, и начинают, конечно, их рекламировать и, там, завязывают контрактами и, в принципе, потом бомбят. Или не подхватывают, а наоборот, а наоборот, как бы, они пытаются… Да, да, или топят. Ну, тут уже бизнес. То есть вопросы… У них есть же свои какие-то, ну, вы наверняка знаете, что, там, вот, если взять российский шоу-бизнес, что есть, там, Игорь Крутой, есть, там, скажем, Филипп Киркоров, там, Пугачёва, и они пытаются держать этот, как бы, бизнес за узды. Если какие-то талантливые ребята появляются, да, они либо их, как бы, берут под своё крыло, если они считают, что он им нужен в обойму, да, или, наоборот, они, как бы, пытаются, скажем так, всё это, как бы, дело… Потому что у них есть же свои какие-то проекты, которые они раскручивают, у них, там, есть в каждом жанре какой-то свой, там, наверняка, исполнитель. И тут появляется какой-то, ну, они же не будут сами себе создавать конкуренцию. Даже если то, что предлагают извне, более качественно, как часто бывает. Очень много талантных исполнителей. Если они каждого будут там брать, они, ну, толком ничего не сделают. Они сделали свой какой-то выбор, и всё, остальные пускай подождут у двери. Но в жанре смарт-рок я понимаю, что, в принципе, конкурентов нет. Ну, как сказать, мы конкурируем с англоязычной рок-аудиторией. То есть, не аудиторией, а с англоязычной рок-исполнителями, да. Это, вообще, супер конкуренция, на самом деле. Ну, как можно конкурировать, там, не знаю, с Imagine Dragons, как можно конкурировать с дебеш-модом, как можно конкурировать, там, с, не знаю, с Muse. Ну, как бы, это просто impossible and unbelievable. Слушай, а вот, глядя, например, на свои, слушая, например, свои старые песни, вот ещё, там, на заре того же Invasion или с Керемерой, какие вот ощущения? Вот какую глупость мы делали, были молодыми, или вот всё-таки мы так круто это всё делали? Ну, у меня ощущение, что, блин, круто. Что-то тогда мне казалось, что не круто, а сейчас, как бы, круто. Вадим? Ощущения такие, что у нас были более, скажу такое выражение из прошлого, угарные концерты. У нас были более угарные концерты. То есть, у нас можно было выпрыгнуть со сцены в публику, да, с колонок, можно было там, не знаю, то есть, можно было всё. Если у тебя там упала гитара, завалились барабаны, то это всё только шло на пользу, да, и всё управляло, да. В этом плане было, конечно, круто, да. Что касается качества исполнения, качества аппаратуры, на которой мы играли, оно оставало желать лучшего. Что касается мест, где мы выступали, оно тоже было сильно ограничено. Мы могли выступать только исключительно в таких вот каких-то местах, где люди там пьют пиво, где ходят девочки в кирзовых сапогах там или… То есть, это было вот так вот всё, да. То есть, там даже в этих заведениях даже не наливали пиво, алкоголь в стеклянные бокалы. То есть, только пластмассовые, да. Вот. Поэтому, первым делом, к чему мы были рады, когда мы вышли на тот уровень, на котором мы находимся сейчас, что мы можем играть где угодно на любой… мы можем прийти и в Мелну Пегдену сыграть, да, на самом деле. Но мы можем прийти и там в какое-то очень солидное заведение, и люди, скажем так, это воспримут нормально. И мы более, скажем, мобильные, мы более… Как это правильно сказать? Мы более широко можем… Используемые. Использовать, кстати, возможность антирусского языка. Расширилась целевая аудитория, я понимаю. Потому что вас слушают и русские латыши, считаются, можно сказать, своими… Да, универсальности есть в этом, конечно, да. Да, но, кстати, сейчас ваша целевая аудитория какая? Если до этого это девочки в сапогах с пластмассовыми стаканчиками, что сейчас? А сейчас это я. То, что я успел посмотреть по аналитике, пока наше видео не было удалено на YouTube, его успело посмотреть за неделю 20 тысяч человек, там сказано так, что наша аудитория, основная наша аудитория – это мужчины, как ни странно… Странно, да, при таком клипе, да, что это мужчины? Только 40% женщин, да, 60% мужчин, и это люди от 25 до 35 лет. Вот наша аудитория. Идеально платежеспособная аудитория. Да. Да. Но у вас есть какие-то амбициозные дальнейшие планы? Или вы как-то оставили, вот идет, там, гармонично, так спокойно развивается, или вы, наоборот, пробиваете? Потому что, мне кажется, чтобы завоевать даже толик нового рынка, нужно просто предпринять какие-то титанические усилия сейчас. Может быть, я ошибаюсь? Мы стараемся, во-первых, быть на плаву. Это тоже очень важно. Просто быть на плаву, как бы существовать, да, в какой-то, в той форме, в которой мы находимся. Потому что сегодня просто группа, которая существует и находится в составе, которая готова мобилизоваться в любой момент сыграть какой-то концерт, которая регулярно встречается, репетирует, которая делает какой-то контент, пускай не часто, но тоже регулярно. Это тоже уже какое-то достижение. Потому что люди собираются, как правило, проекты какие-то новые собираются, что-то делают, у них что-то не получается, они расходятся, пытаются какие-то другие проекты создавать. У нас такого нет. Мы не метаемся из туда-сюда, то есть мы делаем свое дело. Мы в американской, как говорится, системе этих коучеров, если кидать макароны долго в стенку, то какие-нибудь прилипнут. Мы по этой системе работаем. А, допустим, могли бы Вы остаться в том жанре, в котором играли? То есть, я понимаю, тяжелый метал или смарт-рок? Ну, можно или метал, или смарт-рок. Ну, немножко, лично я перерос немножко этот жанр, да, мне он перестал быть интересен. Я слушаю, конечно, слушаю старые композиции, которые я слушал в молодости. Не знаю, ну, как-то я там все выбрал, то, что там было хорошего для себя лично, да. То есть, как бы, поэтому я слушаю иногда, да, что-то новое тоже бывает, но как-то меня не цепляет это. А в плане того, чтобы делать самому, да, вот, нам не только остаться на плаву хочется, но хочется быть самими собой и делать то, что нам доставляет удовольствие, да, в музыкальном плане. Поэтому, как бы, а каких-то, конечно, там, целей захватить мир. Нет, ну, есть где-то в глубине души, конечно, да, но это не самое важное, как бы, для нас. Музыка. Вот принципиально писать музыку самим или какие-то каверы, какие-то чужие песни, они могут тоже зацепить аудиторию, пробить ее? Ну, у нас есть какие-то каверы, мы, ну, мы не хотим стать кавер-бэндом, да, но, в принципе, мы делаем каверы иногда и как-то пытаемся их под свой стиль, как бы, да, сделать, ну, по-своему, скажем так, в своей интерпретации, потому что, конечно, очень много хорошей музыки вокруг и иногда приятно исполнить, как бы, ну, композицию, написанную не тобой, да, кем-то другим. И, в принципе, если чуть-чуть добавить там своего, то как-то тоже приятно, приятно исполнять. Ну, то, чтобы она обязательно звучала по-другому, конечно, да? Ну, тут я не скажу, что прям обязательно, но так всегда получается, потому что каждый человек, он, ну, индивидуален, да, и, как бы, вот Вадим мне постоянно говорит, нет, пой не так, там вот, там в оригинале было так, там надо наверх, там, последнюю ноту, а я слышу как-то вот по-другому, а я хочу вниз, наоборот, да, то есть, ну, и что, что не похоже, ну, и что, ну, вот, как-то, как-то так, мы творчески к этому подходим, да. А насколько вообще Латвия, как музыкальный рынок, позволяет музыкантам, ну, развернуться, потому что мы видим постоянно, что, ну, музыканты из Латвии пытаются все-таки, в основном гастрелию брейнсторм постоянно колесит по России, Буссулис, по-моему, тоже не вылезает из российского рынка, Лайма Вайкула практически, ну, ну, то есть, все какие-то более-менее музыканты, которые уже проехали по всем городам, им как будто бы здесь тесно, то есть, они хотят куда-то или на запад, или на восток. Конечно, рынок у нас небольшой, естественно, да, в принципе, можно существовать здесь, но нужно исполнять на латышском языке, да, композиции. И еще одно требование, нужно быть очень, скажем так, мобильным, каким-то маленьким составом. Вот я слышал недавно интервью вокалиста The Scars Кивича, да, где он рассказывает, что он отыграл за лето там 60 или там больше концертов, то есть, а потом он, я так представил себе, как это возможно, а потом он сказал, ну, 50 из которых я отыграл на гитаре, ну, в один, да. То есть, необходимость таборам, то есть, огромные группы, я понимаю, еще и сопровождающего персонала, это большая роскошь для Латвии. Конечно. Мы стараемся в этом плане не лезть в каждый клуб, в каждый кафе, в каждое место, где нас только могут позвать, где мы можем только выйти на сцену и что-то сыграть. Мы стараемся все-таки очень выбирать места, где мы играем. Есть места, в которых мы категорически никогда играть не будем, есть места, где мы очень хотим сыграть и прямо вот этот, скажем так, и мы стараемся выходить редко, но метко. Но не называя вот мест, а что причиной может быть, почему вы не хотели сыграть вот в каком-то месте? То есть, это престиж заведения, публика, которая туда приходит, техническое какое-то оснащение и, в принципе, престиж самого заведения, в первую очередь. Слушай, мне кажется, что, например, в юности очень легко найти участников группы, потому что всем хочется, им это интересно, это такой какой-то кайф-драйв и рок-н-ролл. А как сейчас? Ну, сейчас вот, например, я открою такую тайну, у нас, скорее всего, у нас будет уходить наш участник группы, Александр Федоров. Открылась вакансия, короче. Да, есть такое, есть, скорее всего, такая ситуация. Мы еще пока не обсуждали эту проблему, но я, наверное, поспешил с этим. Я уже с несколькими людьми разговаривал и такой вопрос сразу, а что по деньгам? Люди сразу как бы пытаются, видимо, уже глядя на нас или, в принципе, такая ситуация в стране, люди пытаются, кто что-то умеет играть, они пытаются сразу этим как-то зарабатывать. На что я им отвечаю сразу про рыбалку, про футбол, вы же, когда, скажем, в футбол приходится играть, вы же не просите денег, что вы там забили гол или что-то еще, правильно? Вот. Поэтому тут такие, да, почему-то у всех сразу ассоциация. У нас, на самом деле, очень печальная ситуация с музыкой в Латвии в целом. Я заметил уже, у нас есть десять или двенадцать музыкантов, которые представляют из себя каких-то там пять-шесть проектов, они вот так вот переменяются. Это корпоративные музыканты, которые, в принципе, я их хорошо знаю, они достаточно неплохие музыканты, они именно заточены под выступления, играть, исполнять вот эти каверы на всяких свадьбах, корпоративах и так далее. И они вот, у них только меняются на фронтмена, вокалисты, и они вот там, где есть заказы, они вот туда и перетекают. Мы с ними иногда общаемся, смеемся на эту тему. Вот. И да, они... Так может, стоит поискать какого-нибудь вообще молодого, начинающего с горящими глазами? Тамаду. Займемся этим вопросом, да. Сначала с Ютубом разберемся. Да, мы помним, да, самые настырные пользователи, заливать видео каждый день. То есть сейчас видео можно увидеть в Фейсбуке? Оно есть в Фейсбуке, оно есть на Vimeo. В Vimeo. Ну, нужно набрать лишь UpSend Paradise или зайти к нам на страничку в Фейсбук, там есть. Мы будем стараться, что, может быть, оно появится на Ютубе. Ну, ближайшее, может быть, попробуем его перезалить. Ну, я думаю, что на Порнхаб обязательно зальем. Нам единственное, что... Мы сегодня прямо на Палмам в эфире. Мы будем заканчивать. У нас уже заканчивается время эфира. У нас в гостях была группа UpSend. Вадим Медведев, Евгений Кобзев. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Утро на Болткоме.